Как медики помогают, если женщина не может вытолкнуть полотенцем? Ага, полотенцем. Вот Инна говорит про тот метод, который раньше был, он назывался бентвербово. Когда женщина, она лежит на родовом столе, если она не может вытужить, поперек женщины натягивали простыню или полотенце и с двух сторон давили. Но потом от этого метода отошли, потому что считается, что он травматичный, давно не применяют в родильном доме, но у медиков есть другие способы помощи. Хочу сказать сразу одно, что если женщина легла на родовый стол, она тужится и на каждой потуге ребенок продвигается и рождается, ее никто не будет трогать. Но если женщина легла, ей говорят, тужся, она вроде бы и тужится, но или не хватает дыхания, или не хватает сил, или она там где-то снизу зажата, и ребенок не продвигается, и выслушивает сердцебиение и сердцебиение. У ребенка реагирует, страдает. Медик, конечно, боятся того, что ребенок родится в асфиксии, и они как-то помогают либо отсюда, у ребеночка, либо сверху. Что снаружи-то накладывают? Вакуум. Вакуум. Ну, сейчас совершенно другой вакуум. Медики его, в общем-то, любят. Почему? Не потому, что вот дайте нам волю, мы тут поэкспериментируем. На самом деле нет. Они бы все хотели, чтобы все раз и за 10 минут на столе бы родили. А мы бы только стояли-то смотрели, акушерка бы руки подставила, да? Но все дело в том, что если раньше вот эти вот чашки вакуумные, знаете, вот когда засорилась раковина, там такие же, вот эта вот насадка черная, да? Такая же, только маленькая. Они раньше были чугунные. Вот видите, вот какая ваша реакция. И смотрите, что там делается. Вот такую вот накладку внутрь ставили к голове ребенка, и здесь идет шланг. Шланг соединяется с насосом, который типа велосипедного, создается отрицательное давление, говорят женщине, тушься, и в это время подтягивают вот за эту вот присоску, чтобы помогая как бы ребенку родиться. Потому что некоторые мамы говорят, ну, вы его как за волосы, за уши, да? Ну нельзя так, там его не ухватить, все скользко, как помидор в банке, выскальзывает. Естественно, в этом случае на голове у ребенка остается такой отек. Ну, могут сосудики треснуть, это тоже бывает, да? Но это только в том случае, если женщина сама не рожает. Я могу сказать, здесь либо мы что-то делаем и получаем ребенка, либо мы стоим и ждем, когда женщина, которая не может вытужить, как-то дальше не может, да? И можем ничего вообще не получить хорошего. Поэтому из двух зол выбирают меньшее. На самом деле это меньшее. Сейчас вот эти вот накладочки, которые на голову к ребенку присоединяют, они силиконовые. Вот накладки защитные на грудь, знаете, силиконовые, такие тоненькие. Вот эти накладки, они, конечно, потолще, но они силиконовые, они мягкие, поэтому медики сейчас любят вакуум, он щадящий. Но некоторые женщины говорят, еще бывают какие-то щипцы. Да, ну щипцы это вообще одно название, да, только чего стоит? Кошмар. Кошмар, конечно. Вы знаете, некоторые женщины, они говорят, у меня были щипцы. На самом деле никаких щипцов у них не было. Откуда такое мнение, да, распространяется? Все дело в том, что те щипцы классические, которые металлические, две такие ложки, которые так соединяются вокруг головки ребенка, такие длинные ручки и ребенка подтягивают. Их сейчас не используют. Откуда тогда существует мнение, что мне там какие-то щипцы делали? Есть такой прием, называется гормональные щипцы. В шприц набираются два лекарства. Входит в вену женщина, она на родовом столе, и после каждой схватки делают там полкубика или кубик, в зависимости от того, какие идут схватки. Называется это гормональные щипцы. Это усиление поток. Но, знаете, вот как в любой отрасли есть, да, какие-то свои там терминологии, да, какая-то есть. Там у бухгалтеров дебит, кредит, вот такой вот, да. У медиков то же самое. И если, например, доктору кажется, что слабые схватки, женщина решит на родовом столе надо быстрее рожать, он ведь не говорит акушерке, набирайте акушерские щипцы. Он ей говорит, щипцы набирай. И женщина слышит только одно слово – щипцы. Ей кажется, все. Поэтому, я вас хочу успокоить, не используют сейчас металлические щипцы. Не используют. Это уже… Такая глупость, что вы… Зачем говорить щипцы, как я скажу? Ну, видите, в какой-то препаратик. Ну, у них свои терминологии. Это щипцы и все. Своя правда. А еще бывает так, что акушерка смотрит так доверительно на доктора и говорит, ну что, щипцы? Женщина лежа, вот как она может отреагировать, да? Нет. Это стресс сразу же, по-моему. Прекращается все. Ну, вот классические щипцы – это, конечно, очень травматичная операция, как для ребенка, так и для матери. И, конечно, кесарево сечение в этом случае более гуманно, совершенно верно. Знаете, иногда бывает так, что вот мама и тужится хорошо. И, казалось, и движется хорошо, но сердцебиение ребенка настолько резко застрадало, что они говорят, мы все равно поможем. И накладывают вот такой вот вакуум. Да. Когда страдает сердцебиение, даже если мама вот хорошо все делает, в этом случае это и есть показания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова